Доброго времени суток, уважаемые посетители сайта virtuspro.org. С вами НС, и сегодня я вас снова чему-то буду учить. Этот обучающий ввод будет посвящен, как ни странно, снова варда. Действительно, чему же я еще, наверное, смогу научить, как ни варда. И в этот раз посвящен он будет довольно таким экстравагантным вардам, призванным помешать вашим противникам фармить ancient крипов. Ancient криповами называются вот эти большие спавны вот здесь вот, и вот здесь крипов, где появляются сильные крипы, драконы там всякие, за которые дают много денег и очень много опыта. Я уже в одном из своих вводов показывал, как можно здесь сделать большую такую пачку крипов при помощи луны и доминатора и зафармить ее потом. Также существуют другие способы. Здесь можно стакать крипов и делать дабл, трипл и более количество спавнув любой герой практически сюда, просто приходя каждую 50 секунду. А зафармить их могут тоже много кто, бисмастер, тинкер, любой герой с, на самом деле, с доминатором, потратив какое-то время или со сплэшом, какие-нибудь антимаги. В общем, иногда заблочить этот спаун действительно является чуть ли не критично важным в игре. И сейчас, соответственно, я покажу вам, как можно этому помешать, помешать вашим врагам здесь спокойно фармить. Ну, я тут немного зачатырил, у меня WTF-мод. Итак, ну, соответственно, мы можем поставить просто вард по центру, прямо вот здесь. Но, так же, как и с вардами в обычном лесу, этот вард будет легко обнаружить, если ваш противник просто поставит центру, ну, где-нибудь здесь. Соответственно, они просто видят вард и сломают. И всё. И вы как бы просто потратите вард, а крипы будут появляться. Поэтому неплохо бы ваш вард куда-то припрятать, так чтобы, как минимум, таким вот простым центрёй его уже найти будет невозможно. И такие варды здесь имеются. Один из них ставится вот сюда. Он будет препятствовать появлению крипов на этом спавне. И, соответственно, вот такой вот простой центруй его уже не обнаружить. Центрюй придётся ставить куда-то с другой стороны. И, к тому же, если здесь будет милишный герой, типа бестмастера, то ему придётся потратить, возможно, тангу или топоры, чтобы срубить вот эти две ёлки, чтобы его убить. То есть, в принципе, неплохой вард. Но тоже довольно очевидный. Есть ещё один, куда более интересный вард. Он ставится вот сюда. Его уже никак не обнаружат ни центрёй с этой стороны, ни центрёй отсюда. Его вообще почти никак не увидеть. Единственный способ — это как бы вот подойти вот сюда и здесь поставить какую-то центрую. Тогда мы сможем его обнаружить. Но это действительно трудно. И ваш противник будет стоять перед задачей, потому что не будет понятно, где у вас вард. И не каждый догадается, что там вообще можно поставить вард. То есть вот так вот. Ну и как минимум, даже если ваш противник и сломает этот вард, то, скорее всего, для того, чтобы его найти там, он потратит все два синтри варда своих. Потому что первый он, наверное, поставит где-то здесь. А также будет вынужден долго его искать. Скорее всего, тут есть какие-то ёлки, тангами. То есть вы в любом случае получите неплохое преимущество. Ну и есть великая вероятность, что этот вард просто не будет найден вообще. Теперь перейдем к другим крипам. Вот этим вот. Сейчас я их убью. Убью их. Вот они сейчас тут опять появятся. Я их опять убью. Вот так. Для наглядности. Итак. Ну, что здесь у нас? Здесь, в принципе, тоже мы можем просто поставить вард вот сюда. И, конечно же, крипы не будут появляться. Но, опять же, ваш противник поставит синтри вот сюда и обнаружит его. Также тут очень модно ставить варды вот сюда вниз. И вот такие два варда как бы будут прослеживать всю вот эту территорию. И все варды, какие бы вы ни поставили, обычные, вот сюда, например, вы поставите. Или, может быть, сюда. Их все будет, естественно, видно. Поэтому тоже было бы неплохо здесь вард свой припрятать. И такие возможности у нас есть. Во-первых, вот такой вот интересный вард вот сюда. Он препятствует появлению крипов. И его трудно обнаружить. Действительно. Нужно ставить именно вот сюда, в угол. Потому что если чуть правее, то уже не будет он блокировать. Его трудно обнаружить. Но его будет видно вот отсюда. Например, если ваш противник подойдет сюда, а у него будет здесь стоять синтри, он его обнаружит, конечно. И, ну как бы, сразу все поймет. Но вард все равно неплох. Как вариант. И также есть вариант варда более такой интересный, более прикольный. Он ставится вот сюда. Этот вард никак не видно. Его вообще никак не обнаружить ниоткуда. То есть тут вот везде лес. Вы будете ходить. Точнее, ваш противник будет ходить. Он не будет видеть этот вард никоим образом. Ниоткуда. Ему придется срубить весь этот лес, чтобы его обнаружить. Ну, опять же, противник может не догадаться. Ну, или ему придется тратить вот какое-то заклинание. Например, те же топоры без мастера, чтобы срубить. Это в любом случае вам уже в плюс идет. Ну, и, опять же, велика вероятность, что противник просто в принципе не догадается. Он будет искать-искать, не найдет вард. Ну, и пойдет заниматься там своими какими-то другими делами. Но не будет здесь уже ничего пулить. Никаких эншентов. И вы обезопасите себя вот в этом экономическом плане в игре. Вот, собственно, и все. Спасибо, что посмотрели этот упущающий ввод. С вами был НС. До скорых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!